Все белорусское народное собрание темой нашего нового проекта площадка. Авторская подача и слова, которые заставляют думать. Мы не делаем выводы, мы не вешаем ярлыки, наши авторы, эксперты, мыслители высказываются свободно. В эфире телеканала в Беларусь-1 и Беларусь-24 отныне есть площадка для сильных лидеров мнений. Поговорим о проблемах, которые волнуют общество. О том, кто пытается разделить белорусов и почему участие в жизни страны кто-то пытается очернить. Размышляет Людмила Гладкая, а решать нам с вами. Здравствуйте, друзья, меня зовут Людмила Гладкая. Вот я все думала, как назвать все то, чем занимаются сбежавшие из страны предатели. Оказалось, все просто. Подложи свинью землякам. Ощущения, будто невероятные, только и сидят за границей и думают, что бы еще такого подлого сделать. То заставляют людей уйти с работы и остановить крупнейшие белорусские предприятия. То обучают местных преступников экстремизму. То воруют у болельщиков чемпионат мира по хоккею, который по праву должен был пройти в Минске. То очередными санкциями грозят. Теперь невероятных просто корежит от мысли, что в феврале в стране пройдет масштабный форум Всебелорусское народное собрание. Вот и пригрозили. Все 2700 делегатов и приглашенных Всебелорусского народного собрания будут внесены в санкционные списки. Со всеми вытекающими последствиями. Тут, мол, и уголовные дела, и распространение персональных данных белорусов. Наши беглые обещают лично этому поспособствовать, припав к нужным ногам в США и Евросоюзе. Снисходительно советуют. Если участники хотят избежать такой участи, нужно срочно сложить мандат. Детали, как обычно, не раскрывают, ссылаются на секретность. Одно ясно. Себе они уже ни на одну статью Уголовного кодекса наговорили. Вообще само предложение включить санкционные списки людей, которые внесли серьезный вклад в развитие Белоруссии, аморально. И я ждала, какой же будет реакция белорусов, а не какой. Стратегия давления и травли в очередной раз не дала практически никакого результата. Люди не то что мандат слагать не собираются, это даже в принципе не обсуждается. Наоборот, стали еще активнее включаться в работу. Идет еще большая самоорганизация сторонников конституционного строя и отечественной модели развития. А почему, собственно, такой интерес к нашему форуму? С чего так разнервничались невероятные оппозиционеры? Ведь форума-то применялась десятилетиями. Да потому что это важный этап для обсуждения и решения назревших проблем. Это возможность наметить ориентиры, куда двигаться дальше. Ну а те, кто выступает против проведения такого собрания, выходят против социальной стабильности и общественного диалога. Они-то разговаривать не готовы, не хотят. Они только бабки делят. Но самое главное, чего боятся даже не беглые куклы, а фигуры куда более крупные, это то, что в разрешении вопросов заинтересовано прежде всего само общество, сам народ. И по сути попытки дискредитации Всебелорусского народного собрания – это атака на право белорусов самим решать свою судьбу. Атака на подлинную демократию. Сегодня это такая редкость в мире. В общем, вся эта нервозная возня невероятных вокруг предстоящего форума только подтверждает его значимость. Кстати, в организационный комитет уже поступило более 17 тысяч предложений. И об этом мы еще поговорим. Ведь площадка для обмена мнениями есть и в эфире «Беларусь-1», и на Народном Вече.